забрали уже машину обещали за час-полтора короче ждем уже наверно часа три в общем дичь полная все уже как бы не знаем что делать так ну что всем доброе утро вот мы на байкале сегодня день погодка пасмурная дождик холодно плюс 13 едем к воде посмотреть на прекрасное и восстановлено чудо света андрей николаевич а потом мы едем а потом и нужны едем в город славный прокопьевск вот в общем добрались нормально отдохнули нормально гостиница хорошая можно отдыхать вот поэтому все классно буквально через секунду для вас будет шикарный вид с озером байкал что уважаемые друзья вот она вот она жемчужина вот то самое место место силы озеро байкал мы здесь потрога водичку андрей я чудо по твоим глазам вижу что он прохладно александр ну что вы готовы к заплыву я поплыву а ты надо плыть ну что задача выполнена о байкал опробован вода ледяная андрюх как его да кстати огонь да вообще вот так вот бодрит поэтому советую купаться да и байкале если проезжаете по-любому заезжайте купайтесь ну что поставили все галочку покупались вода бодрит я думаю сейчас бодряк поймаем на многие многие сотни и тысячи километров вот ребят поэтому озеро очень красивая если будете проездом рядом обязательно заезжайте либо приезжайте отдыхать сюда очень крутое место прям очень нам отправляемся дальше уже сторону дома осталось нам 1900 километров вот попрем сейчас дальше совсем вдоль едем рядышком виды конечно ух ну и ремонт дороги самая плохая дорога все время по моему здесь была уже топа практически ребятки заехали мы уже на край байкала на выезд город култук вот находимся сейчас здесь на рынке вот такой вот рыночек можно купить абсолютно все сувениры рыбу магниты все что угодно немного взяли сувениров взяли рыбки магнитики и сейчас уже отправляемся на иркутск а дальше уже домой поэтому кто кто хочет сувениры на выезд из байкала или на въезде смотря с какой стороны едете обязательно заезжайте на рыночек очень большой выбор на любой вкус и цвет и кошелек конечно же поэтому заезжайте так ну что мы уже на подъезде к объездной иркутской стали ждать ждем вторую машину все классно дорога шикарно с перевала спустились сейчас выходим на трассу вот он виадук и пошли осталось совсем немного машины в порядке люди в порядке все классно двигаемся погодка солнце яркое светит красота жарко поток машин идет идет и идет поток прям вообще сильный но мы держимся в потоке машины мощности просто хватает за глаза чтобы ехать вот поэтому прям класс вот наша вторая машина все поехали 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 прошли иркутск остановились на обходе города ангарска вот вот наша машина здесь одна вторая доехали вот такой вот кафе еловка называется находится на объездной просто невероятно вкусное место нам многие говорили что проблемы с питанием по дороге проблемы там не за заправками с едой то ли повезло то ли что заезжали просто шикарные места по цене это все недорого очень вкусно сытно наедаемся даже не доедаем потому что но это просто порции большие как бы все вкусно вот перекусили соответственно теперь чем дальше на красноярск посмотрим как поедется конечно расстояние большое не знаю сможем мы в один присед проехать или нет до дома что-то 1800 но будем посмотреть если что остановимся может быть красноярске заночуем и завтра уже по холоду как говорится с утра уже будем дома посмотрим что будет дальше поэтому погнали дальше успел включить камеру едем по усолью сибирскому попали на въезде пробку километра три длиной ехали ехали машина стоят вообще не едут в общем что ехали а вдоль дороги короче есть полевая дорога но там очень большой перепад высоты бордюр мы должны на рубиконе вы навряд ли съехали туда в общем ехали ехали терпение у нас покинула на вот свернули в поле полем прошли до города выехали в город там околочками околочками кое-как проехали сэкономили наверно как минимум час на его народы пробки фуры притерли легковушек потому что легковушки мозга нет люди лезут под фуры потому что ну как бы вы сами понимаете фура большая им не видно кто там справа под нее подлезает а люди подлезают соответственно фуру притирает все стоит полом плюс куча светофоров куча какого-то непонятного движения узкие улицы делают свое дело невероятная дичь просто у соли сибирская прям вот так вот наша вторая машина все ничего мы-то конечно проехали уже на выезде уже чешем дальше но вторая машина не придется стоять потому что она маленькая легковая с веса и как бы там дорога ну мягко скажем не очень мы двигаем дальше двигаем на красноярск до красноярск у нас совсем немного уже типа 900 даже меньше навигатор уже забил до дома до дома у нас 1680 как бы если смотреть глобально я обычно такое расстояние уже не оставляю то есть на ночевке но здесь у нас несколько другая ситуация ни один едут поэтому будем ориентироваться на людей в том числе на саню как бы себя чувствовать будет андрюх это как бы чем пассажир на правильно как скажет так и будет но сидит как бы дремлет нормально за рулем все равно устаешь больше вот такая вот история поэтому едем дальше наслаждаемся дорогой наслаждаемся машиной да кстати еще что хотел сказать напоминаю всем моим зрителям что я занимаюсь продажи автомобилей привозом автомобилей под заказ с европы владивосток перегон автомобилей по россии перегон тягачей с прицепами с полуприцепами да в принципе все что угодно автобусы поэтому любые транспортные услуги все что связано с техникой можете обращаться в описании мой номер телефона указан также социальные сети все ссылочки есть пишите звоните обращайтесь всегда есть определенное количество автомобилей на продаже все автомобили честные без крашеных элементов без дтп обслуженные в полном порядке варианты наверное одни из самых лучших по россии именно не по цене а по состоянию потому что стараясь чтобы машины были в порядке не битые не крашеные беспроблемные которые берешь и едешь поэтому кому надо качественный автомобиль обязательно пишите звоните в общем сейчас расскажу историю интересную только что произошла в шоке просто чем быстрее чем дальше ближе к сибири тем больше дичь начинает происходить но как бы мы разделили до 1 машина в пробке оставить мы потихоньку выехали с этого уссуле вот на выезде едем ну как бы времени запасе много у нас на минут 40 пока машина 2 догонит минимум вот думаю мы полоснем машину все равно грязь как бы там туда-сюда съезжали вот смотрю еду в автомойка бокс открытый стоит никого не думаю надо заехать и полоснуть как почему нет возможно схеме бы полоснули там сидела заезжаем в бокс но никого нет заехал за душу хожу соседний там чувачок такой стоит и это я говорю можно машину ополоснуть он такой а вы че уже заехали нет да как бокс открытый а чё вы не могли сначала спросить таким тоном я такой не понял ну так я хочу машину то полоснем снаружи просто экспрессом просто смыть грязь он такой да нет конечно таким тоном отвечает я такой в шоке дальше его на мощь и сам ополосну просто включить аппарат оплачут насколько надо чё я тебе аппарат за 150 тысяч доверишь что нет конечно и люди после этого хотят зарабатывать деньги с таким отношением какой заработок о чем вообще можно говорить просто отшил клиента я в жизни больше никогда туда даже подъезжать теперь не буду вот такое вот отношение чем ближе к сибири почему-то тем больше вот такого отношения там где бы то ни было куда не зайдешь все рады все давайте туда-сюда тут просто я как бы но обескуражился даже немного человеку приехал дать заработать денег просто нагрубили все поэтому ребятки относитесь прежде всего к людям с уважением любым людям уважение не купишь ни за какие деньги если строите бизнес ведете дела будьте добры вести себя так что людям было с вами комфортно работать и иметь какие-то дела кто-то говорит что мотор у рубикона два литра turbo овощ но ребят по факту стреляет дай бог просто на обгонах в любом моменте хватает мощи в любом моменте просто в любом очень доволен автомобилем прям классно проехали уже 5000 на нем по кайфу скажу так хочешь едешь быстро хочешь медленно хочешь съезжаешь к любому месту подъехать посмотреть да в принципе куда угодно машина получается универсально хочешь в экспедиции хочешь в лес вот то есть ну я бы сказал альтернатив наверное нет потому что она и очень проходимо и комфортно и быстро и в принципе всеми качествами обладает сравнивать ему же что-то типа с прадиком 150 но 150 прадик это вообще не та машина у них суммарно если на качество сравнить то рубикон будет намного выигрывающей прадика по всем параметрам а кто не согласен пишите в комментариях почему обсудим каждый год заезжаю в сибирь и вот такие вот вот он вот красавчики нарисовывать это любители правого руля вот они сейчас будет высовываться снова уже два раза чуть лоб не поймал сейчас будет дальше смотреть что там окно появилось выглянул неспешно поехал вот ребят честно ничего не хочу сказать но правый руль как бы при всем моем уважении должен использоваться с левосторонним движением не справа сторонним а слева сторонним и вот такие вот кадры которые нихера не видят выруливают просто людям в лоб и вот бывают часто дтп поэтому да может кто-то хорошо уводит вот и камеры там есть обгона качественные дорогие и прочее но большая часть людей едет именно так сидит для пассажир спит ты выруливаешь на встречку а там встречка ой неудобненько получилось все погибли так бывает поэтому мой вам совет покупайте автомобили с каким рулем правильно слева когда вы видите все что перед вами происходит пассажир сидит в такой позе кайфует потому что он знает что я все вижу и это безопасно прежде всего из-за безопасности нужно содержать покупать машины для нашего правостороннего движения соответственно левый руль а мы движемся дальше 1470 до дома 770 красноярск движемся уже можно сказать по родным краям решаем сейчас вопрос как лучше ехать мы конечно нашим экипажам придерживаемся того что нужно ехать сегодня потому что появились обстоятельства по которым нам нужно ехать вот сейчас будем решать этот вопрос в скором времени по факту ехать 1260 это как бы в один присед тем более когда уже родные места это яйца уже легко до приедем утром рано повторюсь есть обстоятельства определенные по которым нужно приехать поэтому сейчас посмотрим зачем платить больше когда есть патриот ну чё посмотрим сядет в гору уазер ставки делаем 2 литра turbo 280 сил все сел что ребят хорошие новости мы доехали до первого газпрома кайф хороший путник кофе хороший бензин хорошая заправка ой красота что у нас ночной красноярск местного времени без 10 час спускаемся красноярску краешком обходим уходим на кузбасс вот движемся пока двигается там посмотрим ехать еще 750 километров пишет утром будем будем посмотреть как дальше поедется пока что усталости не все нормально все адекватные яйца хорошо дорога классная продолжаем движение так заехали на газпром очередной помыть стекла заправиться вот как же хорошо ребята когда приезжаешь на нормальную заправку смотрите просто вот здесь есть такие вещи для мытья стекол просто берете тут вода есть набрать собой воды помыть стекла мы подъехали помыли стекла все чистенько фары помыли ну красота вот этого сервиса конечно очень сильно не хватает по пути тому в принципе нет а здесь пожалуйста вот газпром мечты сбываются реально спасибо газпром лайк так ну что 200 из полей двинули в сторону дома только уже в одну машину саня подустал мы по некоторым обстоятельствам поехали вот 700 километров до дома в 7 часов пути утром рано будем дома время местного 228 полдесятого планируем прибыть прокопиус интересное путешествие на улице уже светает самочувствие отличное машина крайне комфортно ноги не затекают руки не затекают хорошо классно круто путешествие шикарное конечно я не рекомендую ездить большое расстояние в один присест если вы не подготовлены поэтому рассчитывайте свои силы если устаете настоятельно рекомендую встать и отдохнуть на пределе не ездите никогда потому что грань когда ты уже не контролируешь засыпаешь за рулем и начинаешь не видеть дорогу она очень тонкая берегите себя и своих близких коротко ли долго ли налетели до ачинска дорога еще пустая с утра яйца хорошо рассвет уже вовсю рассвело красоте поэтому час проскакиваем ачинск пока все спят еще дальнобой без пробочек и двигаем дальше на кемерово а с кемерово совсем чуть-чуть и мы уже дома как говорят три пальца по карте 540 километров от этой точки и до дома прямо еще пишет 5 часов 42 минуты вот самочувствие нормально хотим дело привычное тонный мост твоя ачинск то снимают царя переехали пан по фонтонному мосту сквозь город и вырвались за город прям сразу первый раз еду по этой дороге слушайте но экономия здесь вообще просто невероятная в общем прикол пролетели ачинске не знаю минут 10-15 просто насквозь и уехали по понтонному мосту никогда в жизни там не ездил обычно там вот кто ездил в ачинск тот поймет дорогу мимо комбината мимо глинозем карьера вот там вечно долбежка ямы дикие как бы ну очень долго тратишь времени пробки переезды короче жесть мы пролетели вообще 10 15 минут насквозь как так возможно непонятно нам же кайф двигаем дальше а теперь уже идем на кемерово ура 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 спустя немного времени мы в кемерово столицы кузбасса рудничный район заезжаем город что у нас по времени 7 15 утра 7 15 утра остаток пути 198 километров до дома сейчас проходим город быстренько надеюсь заправляем полный бак и дуем по новой трассе легендарной кемеровской он не знает и можете загуглить и парик она сейчас выглядит прямая ровная красивая без светофоров поселков просто прямая класс вот поэтому выезжаем заправляем полный бак и уже до дома буквально через два часа с половиной наверное с чем заправки будем дома вот так вот большинство нашей подходит концу грустно конечно но все когда-то хорошее заканчивается заехали крайний раз на заправку перед домом газпром кемерово на въезде ребята моему счастья нет предела наконец-то в первый раз за 6000 километров заправка где вы сначала заезжаете заправляетесь сколько вам влезло идете оплачиваете понимаете цивилизация добралась и до кузбасса ну кайф есть везде щетки с водой отмыли лобовое стекло от мух ну удовольствие получил от заправки просто невероятно ну а сейчас взяли у нас также мы кофеек кофеечек джедрайв бодрит и дуем домой два часа мы дома ура знаете вот сейчас едем по городу кемерово вспомнилось мне что меня связывал с этим городом очень сильно мне здесь жили бабушка с дедушкой буквально вот от этого места не мы сейчас находимся в 10 минутах на проспекте октябрьском и город вот этот ассоциировался именно с ними домашним уютом с теплом с садом на который мы вместе все ездили детство у меня здесь прошло и город теплые воспоминания как бы оставляет вот именно ассоциации с людьми которые здесь жили сожалению не стал и уже ну в определенное количество лет до прошло и сейчас город абсолютно ну как бы чужой стал то есть нет вот это вот чувство когда живут родные люди ты в любой момент приезжаешь тебя встречают любят ждут и вот как-то вот такие вот смешанные самом деле чувство вроде едешь час но город и город то есть как все города до этого проезжали так сейчас и кемерово а раньше все было иначе поэтому мой вам совет берегите близких цените каждый день прожитый вместе и не откладывайте на потом слова которые вы хотите сказать друг другу говорить их сегодня завтра может не настать я говорю на собственном опыте поэтому ребята всем мир всем удачи риди камеру на воде выдвигаться из города и двигаться уже в сторону дома по трассе осталось чуть-чуть нам выбраться из города и на финишной прямой через 600 метров на светофоре поверните направо а затем поверните налево ребятушки ну что можете нас поздравить мы стали на финальный наш отрезок пути эта трасса кемерово прокопьево вот такая нам будет всю дорогу две туда плоски туда свежий хороший асфальт два часа и мы дома доедем покажу вам что мы доехали финально запиналимся смотрите это видео пишите обязательно ваши комментарии ставьте лайки с вами олег на канале легенда 306 рад вас всех видеть сегодня со мной в этом прекрасном долгом путешествия ну что родной прокопьевский район осталось совсем немного тут наверно полчасика плюс-минус ну все родные пейзажи родные пенаты приехали ребятки вот мы и снова дома все кто смотрит меня давно я думаю узнаю сейчас это место это кольцо вот это вот культура памятник на мы дома ну а сейчас поеду полосну машину и поеду отдыхать покажу вам как помоют машину и на этом наше приключение плавно подойдет конечной стадии так ребятки ну что финальная часть как и положено машина приехала вот сразу же по приезду отправился на мойку отмывать мух насекомых грязь с трассы остатки масла от грузовиков приехал на проверенную мойку не качественную мою всегда раньше мы в автомобиле качество мойка и сейчас не изменилось то есть как вы видите рубикончик у нас полностью отмыт отмыт и мухи отмыто масло вот такой вот красавчик и он кстати поступает в продажу это 19-й год 2 литра 272 силы максимальная комплектация unlimited это рубикон жесткой крышей с блокировками в обоих мостах размыкаемый стабилизатор в общем полный фарш и что самое интересное это черный на черном салоне с красной строчкой ну как бы прям топчик поэтому спасибо что смотрели это видео до конца ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал всем до новых интересных приключений и автомобилей с вами был олег я на этом прощаюсь